МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это очень откровенная история. Где-то в 12 лет еще при Советском Союзе были такие журналы, роман-газета зеленые. Они выходили один раз в квартал. И тогда Николай Михайлович Амосов написал свое представление, называется «Мысли и сердце». Это он создавал на Украине кардиологический центр. Мне в руки попались первые номера, и я взахлеб начинал читать. Я не знаю, что перевернуло тогда действительно мое мировоззрение, но оно действительно перевернулось. И с того момента в голове родилась мысль стать врачом. После окончания школы и службы в армии Владимир Тачихин поступил в Минский государственный медицинский институт. Учился на стоматологическом факультете по специальности челюстно-лицевая хирургия. Еще будучи студентом третьего курса, стал членом студенческого научного общества, выступал на студенческих конференциях. А с пятого курса в качестве студента-наблюдателя начал посещать отделение «Онколор» и онкостоматологическое отделение научно-исследовательского института онкологии. Я достаточно хорошо закончил институт. На государственных экзаменах я получил по челюстно-лицевой хирургии отлично с отличием. Это действительно факт. И в 91-м году в голове судьбы я попадаю в неонкологию в качестве врача-интерна. А уже в 94-м 32-летнего Владимира Тачихина пригласили в Гомель для организации открытия первого в Беларуси отделения опухолей головы и шеи. На сегодняшний день это полнофункциональное отделение, которое занимается хирургическим лечением рака гортани, гортаноглотки, носоглотки, средней зоны лица, орофрингеальные зоны, рак шейного отдела пищевода, злокачественные опухоли, щитовидные железы и полноценный, полный набор всех видов пластических реконструктивных операций с применением даже микрохирургической техники. У Владимира Тачихина большой опыт сотрудничества с зарубежными коллегами. Он стажировался в Германии, Италии, США, Японии, Чехии. Является членом Российско-Европейской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Автором 38 рационализаторских предложений, 9 патентов на изобретения, 48 публикаций, 4 монографии. В 2017 году Владимир Тачихин стал лауреатом второй степени конкурса «Врач года Республики Беларусь». А в 2018 победил в конкурсе «Лучший врач-онколог-хирург Гомельской области» и конкурсе «На лучшую диссертацию». Награжден нагрудными знаками «Гомельский мастер», отличник здравоохранения Республики Беларусь и лучший наставник. Владимир Тачихин прост и открыт в общении. Он честен и дипломатичен во взаимоотношениях с пациентами и их родственниками. Несмотря на то, что медициной наш герой живет уже много лет, он не перестает восхищаться этой наукой и открывать в ней новые горизонты. Владимир Валентинович умеет испытывать радость от простых житейских мелочей, таких, к примеру, как поход в лес или общение с друзьями. Ну а рецепт от профессионального выгорания, с кем не бывает, герой нашей программы известен. Надо заставлять себя, вы знаете, есть хорошее высказывание, «Библии дорогу осилит идущий». Светлана Князева, Сергей Лукашук, Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова